Привет, мои сладкие! Привет, мои хорошие секретки! Сегодня с вами снова я, Сергей Надя. И, наконец-таки, я приступила к монтажу этого видео. Точнее, я наконец-таки его выпустила, потому что вы уже его смотрите. Это видео о создании мужского фолдера. Данный фолдер я делала, когда участвовала в конкурсе, от блогера Екатерины Соболь. И нужно было создать тематическое письмо. Я решила не просто его создать и вложить в группу на конкурс, но и снять для вас такой вот видео урок. Начала я с конверта для мелочей, и выбор бумаги, который я сделала для этого конверта, был моей ошибкой, потому что бумага очень тонкая, полупрозрачная, и клей она не любит. Во-первых, когда я складывала конверт, у меня еще тогда не было трафарета для конвертов, я сделала все на глаз и получилось немножко кривенько. Но, когда я стала его декорировать, это уже не было так заметно. Просто, когда я его склеила, после того, как он полностью высох, он склеился. И склеился он внутри. И мне пришлось его немножко разорвать и подклеить уже с обратной стороны, перед отсылкой к человеку, которому я отсылала данный фолдер. было очень, конечно, мне неловко. Но я нашла выход, я обклеила все кружевными салфетками, и даже не было заметно такого косяка. Вообще, по-хорошему, я сейчас думаю, что идеально смотрелся бы крафтовый конверт в этом фолдере. Но, как говорится, хорошая мысля приходит опосля. Как вы видите, я начинаю интенсивно декорировать конверт всем возможными элементами, чтобы как можно лучше скрыть свои погрешности в его создании. И надеюсь, что у меня это получилось. Теперь я приступаю к декорированию основного конверта. На мой взгляд, он получился лучше, чем маленький конвертсик. Обычные пафтовые конверты я тоже делаю без шаблона, без трафарета. Уже как-то привыкла просто сложить пополам бумагу, отрезать ненужные части и скрепить изнутри клеем. И пока меня еще такой способ ни разу не подводил. Единственное, что я очень хочу научиться делать конверты с треугольным клапаном. Но пока у меня это не получается. Я думаю, что мне нужен расчатый шаблон. Думаю, что в ближайшее время я это сделаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня была скраб-бумага, на которой все различные карточки в виде марок, в виде тегов, в виде разных гирочек, на морскую тематику были, и поэтому я решила вырезать эти декоративные элементы и прикрепить их в разные части этого тематического письма, как на маленький конверт, так на большой, так и на сам фолдер. Я очень люблю морскую тематику, поэтому создавать это письмо было для меня особенно интересно, и поэтому оно вышло такое очень яркое, интересное и со множеством разных деталей. Музыка 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 Теперь мы приступаем к созданию Мэйл Фолдера. Музыка Музык У меня была скрап бумага с маяками, такого приятного песочного оттенка, и мне показалось, что в сочетании с скрафтовой бумагой и бужіными салфетками это будет смотреться очень мило и даже романтично. Музыка Кажется, это сжатая бумага, у меня даже от нее нет никакой упаковки, или гофрированная она называется. Я не знаю, покупала ее много лет назад и больше нигде не могу найти. Это одна из моих любимых бумаг в оформлении фолдеров, потому что она смотрится очень интересно и придает такой объемный эффект. Я очень люблю ей вот именно декорировать обложки фолдеров. Сам фолдер я решила скрепить тоже салфеткой изнутри и немножко еще задекорировать обложку разными маленькими элементами. И также посадить на клей, на суперклей, пайетки. Такие тоже бронзового оттенка. Сам прикол в том, что вы не видите этого, но у меня приклеился палец к одной из пайеток. И я с трудом его оттенела. И я с удалось построить doubts? С riktigt, девочка. Субтитры подогнал «Симон» 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 На этом я буду заканчивать, прощаться с вами Всем вдохновения, всем радости, всех люблю, целую, обнимаю и до новых встреч Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»